Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения программа «Итоги недели» в студии Натальи Григорьева. От лица коллектива ЛТ поздравляю всех врачей Люберецкого района с Днём медицинского работника. Теперь коротко о главных темах последних семи дней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начинаем наш эфир с событий, посвященных главному празднику этих выходных – Днём медицинского работника. Накануне праздника глава города и района Владимир Ружицкий посетил Люберецкую станцию скорой помощи. Люберецкая станция скорой помощи – одно из старейших учреждений здравоохранения России. Отчёт её возраста ведётся с 1938 года. В преддверии праздника медицинских работников Владимир Ружицкий приехал осмотреть здание скорой, оценить состояние службы в настоящий момент и поблагодарить медиков за их труд. Специалисты подобранные, я оцениваю, высокопрофессиональные. Есть вопросы по материальной базе. Да, они есть, и они были всегда. Но сегодня, по сути, обновили полностью автомобильный парк. У нас сегодня 24 бригады, все укомплектованы и людьми, и фишерами, и врачами, а главное, всей необходимой техникой, чтобы оказать экстренную скорую медицинскую помощь. Однако близость Москвы всё-таки провоцирует утечку кадров. Сегодня в службе трудятся 403 медика. По словам главного врача Люберецкой станции скорой помощи Любови Орловой, нужно ещё больше. Вместе с администрацией они работают в этом направлении. Например, лучшим работникам выделяется жилплощадь. В общей сложности, начиная с 2012 года, где-то 16 квартир и 5 комнат было дано сотрудникам Люберецкой станции скорой помощи. До конца года, пообещал Владимир Ружицкий, будет выполнен ремонт станции скорой помощи. На это выделят 21 миллион рублей. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. День донора отметили на минувшей неделе в Люберецкой станции переливания крови. Там прошла донорская акция. Прийти и внести свой вклад в спасение жизни могли все желающие. Главное – желание, а время всегда найдётся. Несмотря на то, что Кириллу Павлову рано на работу, сегодня он сдаёт кровь уже в 22-й раз. Почти 10 лет Кирилл воодушевлённо становится донором, ведь это полезно для него и необходимо тысячам нуждающихся. После каждой сдачи я чувствую себя абсолютно прекрасно, как физически, так и морально, потому что понимаю, что всё это идёт во благо и это идёт помощь людям. Поэтому приходите, сдавайте. Кириллу есть с кого брать пример. С Марией Мишакиной на станции переливания он видится не впервые. Мария Петровна – почётный донор. Её первая отрицательная группа крови всегда востребована. Разумеется, Всемирный день донора для неё – это большой праздник. Как день рождения, как вот такой какой-то праздник. На работе все поздравляют, у нас очень много почётных доноров, друг друга поздравляют. На Люберецкой станции переливания крови почётных доноров тоже много, ровно половина от всех сотрудников. Кто, как не они, знают, какая это неоценимая помощь? Во-первых, наши медики два раза в год обследуются. Во-вторых, если посмотреть, они все работают в перчатках, как положено в спецодежде. И потом, ещё последний, весь расходный материал у нас одноразовый. Мы очень хорошо оснащены. У нас по программе губернатора Московской области за 2014-2015 год мы полностью оснастились. У нас современные японские морозильники. У нас четыре получили центры фуги, прекрасные немецкие. Праздничная акция по сдаче крови в Люберцах проходила два дня и собрала в основном самых активных доноров, а их в нашем районе около трёхсот. Кроме того, в первый день добровольцы сдавали не только кровь, но и плазму. Компонент крови, который остро необходим в экстренных ситуациях, кровотечениях и операциях. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Профессия врача, как сказал Антон Павлович Чехов, это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Всеми этими качествами в полной мере обладает замечательный врач Анатолий Уханов. Он возглавляет хирургическое отделение Люберецкой районной больницы номер два. Более 30 лет, а точнее 33 года Анатолий Уханов работает хирургом. И ни разу за всё это время не пожалел о том, что выбрал именно эту профессию. Для него хирургия навсегда стала смыслом жизни и любимым делом. Это моё, и я буду работать, пока я смогу, пока будет возможности. Потому что, да, мне это нравится. Мне нравится ставить диагнозы, мне нравится заниматься операциями, развивать хирургию. Она у нас достаточно развита, и моя доля, к счастью, есть в этом. Каждое утро Анатолия Ивановича, как заведующего хирургическим отделением, начинается с планёрки. Ночная смена докладывает о том, как прошла ночь, какие больные поступили. Затем обсуждается планы на текущий день. Далее следует обход палат и общение с пациентами. Он должен принять решение. Понимаете, это очень сложно, это проблематично. И взять на себя ответственность. То есть любой хирург каждый день, каждую минуту с каждым больным берёт на себя ответственность. А в экстренной хирургии, чем мы занимаемся, где-то у нас 80% времени уходит на экстренную хирургию, и больных 80% где-то экстренной хирургии. Там, если ты ошибся, то эта ошибка ведёт к последствиям. Как заведующий, Анатолий Уханов стремится модернизировать отделение, оснастить его современным оборудованием для того, чтобы иметь возможность проводить высокотехнологичные операции. Достижением является и то, что на базе хирургического отделения ЛРБ номер 2 открыт филиал кафедры абдобинальной хирургии Московского областного НИИ. Но всё это, как признаётся Анатолий Иванович, было бы напрасным вложением сил и средств, если бы не коллектив. Коллектив слаженный, сплочённый, выращивался годами. То есть многие с открытия пришли сюда с сёстрами, у меня есть сёстры, которые пришли сюда после окончания училища, и вот уже на пенсии работают. То есть вот такие вот у нас кадры. Врачи, текучки практически нету. Все врачи, которые приходят, они осваиваются, осваивают новые методики и работают у нас. В 2015 году Анатолий Иванов был удостоен высокого звания «Лучший хирург Подмосковья». Сотни удачных операций, сотни спасённых жизней. Непререкаемый авторитет среди врачей и медсёстёр. Это хирург от Бога. Это замечательный человек, честный, порядочный, справедливый, прямолинейный. Ну, таких, наверное, мало. Все операции, которые он делает, это стопроцентные. То есть никаких осложнений. Больные всегда уходят довольны. Я сама на себе испытала это. Он нужен всем – коллегам, бывшим пациентам, друзьям. Его телефон не смолкает ни днём, ни ночью. Только во время операции Анатолий Уханов недоступен для абонентов. Но он не в обиде на судьбу. Жить для людей – этот путь он выбрал сам и готов пройти его до конца. Ольга Щевелёва, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В преддверии Дня медицинского работника в Люберецком дворце культуры состоялось торжественное мероприятие. Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий вручил медикам 14 сертификатов на предоставление квартир. Праздник людей, посвятивших себя благородному делу. По многолетней традиции, каждое третье воскресенье июня в России и ряде других стран отмечается День медицинского работника. В этом году для участковой педиатрической медсестры Татьяны Кучумовой профессиональный праздник стал особенным. В этот день она приобрела долгожданное жильё. В ближайшее время со своей семьёй она переедет в новую трёхкомнатную квартиру. Я думала, просто дадут грамоту и всё, и я как бы уйду. Поэтому я не ожидала. Поэтому такой наплыв. Я очень ждала, очень надеялась. И Владимир Павлович мне подписал Смирну. Ну, как бы, ходатайство, то, что я нуждаю в жилье. Но я не думала, что настолько это. В течение двух лет вот я его получила. Всего сертификаты на предоставление жилья получили 14 медицинских работников. По словам Владимира Ружицкого, Люберецкий район является лидером по финансированию медицины. Это позволяет не только открывать новые лечебные заведения, но и ежегодно предоставлять работникам здравоохранения от 30 до 45 квартир. Важнейший вопрос – это наличие жилья. И мы вот этим инструментом успешно, я оцениваю, пользуемся. Мы с начала года, сегодня 2016 год, выдали 50 семьям жильё. Это очень важно. Это позволяет нам кадры привлекать. Они здесь закрепляются. На территории Люберецкого района этот праздник отмечают более трёх тысяч людей в белых халатах. День медицинского работника призван обращать внимание на их нелёгкий ежедневный труд. Ведь порой работа забирает не только силы и энергию, но и всё свободное время. Потому что очень много чисто физически, морально, эмоционально забирает работа, забирает внимание к пациентам. Я думаю, это забота и проблемы каждого медика в нашей стране, кто уважает свою специальность. В рамках празднования профессионального дня виновникам торжества вручили знаки отличия и благодарственные письма. Но, безусловно, для настоящих медработников самая высшая награда – это здоровье и счастливые лица своих пациентов. Луизия Егия, Зарян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. К другим новостям. Заседание Совета депутатов Люберецкого района прошло в администрации. Главный вопрос, который был вынесен на повестку дням – это исполнение бюджета за прошлый год, а также планы на 2017. Первое решение, принятое на очередном Совете депутатов, присвоит звание почетный гражданин Люберецкого района генеральному директору весоизмерительной компании Синянскому Михаилу Васильевичу. Затем заместитель руководителя администрации Люберецкого района Нина Забабуркина зачитала доклад о внесении изменений в бюджете муниципального образования. Доходная часть, по ее словам, увеличится за счет безвозмездных поступлений на 39,5 миллионов рублей. А субсидии из бюджета Московской области пополнят казну Люберецкого района на 75,3 миллиона рублей. Большая часть денежных средств пойдет на строительство детского сада на поселке Калинино. На закупку оборудования для школ победителям конкурса на предстояние статуса региональной инновационной площадки Московской области 3 миллиона рублей. Детского сада номер 5 по той же номинации 500 тысяч рублей. На материально-техническое обеспечение МФЦ 897 тысяч рублей. На интернет-технологии в школах 999 тысяч рублей. А что касается расходной части бюджета, то в результате внесенных изменений она будет увеличена на 38 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Люберецкого района уменьшится на 1,5 миллиона. Представленный документ о распределении денежных средств был принят единогласно. Также народные избранники рассмотрели вопрос о передаче 10 квартир в собственность Люберецкого района для обеспечения работников здравоохранения. Луизия Игеазарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. И в продолжение темы. Заседание провели также и народные избранники города Люберце. Дороги одна из самых актуальных и сложных тем. На деле она требует особого внимания. Поэтому городской совет депутатов единогласно принял решение о том, что из управления благоустройства и дорожного хозяйства следует вывести отдел дорожного хозяйства, чтобы он работал автономно. Соответственно, в структуре администрации района создается новый орган администрации по управлению дорожного хозяйства, который уже будет исполнять в полной мере подписанное соглашение и решать вопрос о централизованном вопросе дорожного хозяйства. Следующая важная тема – бюджет города Люберце. Кстати, в прошлом, в 2015 году, большая часть его была потрачена на ремонт дорог. В 2016-м расходная часть бюджета увеличена благодаря субсидиям из области на обеспечение жильем молодых семей. Кроме того, известные средства в размере 10 миллионов рублей на ремонт придомовых территорий, а именно на устройство парковок на придомовых территориях. Кроме того, 1,80 миллионов рублей предлагается направить на освещение дворовых территорий дополнительно. Кроме того, Совет депутатов установил границы территории для деятельности местной общественной организации «Люберецкая народная дружина». Конечно же, надо совместно с органами внутренних дел, потому что наличие человека в форме и с каким-то табельным оружием – это как, скажем, останавливает или ограничивает, скажем, кто пытается нарушить правопорядие. В завершение встречи было вынесено решение о присвоении звания почетных гражданин города Люберцы главному врачу Люберецкой районной больницы номер 2 Владимиру Смирнову. Вадим Акентев, Яна Яковлева, Никита Скраган, Люберецкая районная телевидение. В Малаховке состоялись публичные слушания по проекту генерального плана городского поселения. Дискуссия получилась оживленной. В ней приняли участие более ста жителей. Они высказали свои предложения и пожелания по различным вопросам. Представители управления градостроения и архитектуры, администрации Малаховки, проектировщики, юристы и жители – все приняли участие в бурном обсуждении генерального плана городского поселения. Главный инженер проекта Игорь Бабков рассказал малаховцам, что с момента разработки этого документа произошли существенные изменения в лучшую сторону. Значительная часть объектов, которые нами были выявлены в ходе предыдущего генерального плана как особо опасные и вредные, на сегодняшний день такими не являются. Поставлена твердая установка на реализацию, прежде всего, социальных нормативов и тех приоритетов в использовании территории, которые обеспечат наиболее благоприятные условия жизни. Однако малаховцы, а именно жители микрорайона Авражки, категорически с этим не согласны. Они настоятельно хотят внести изменения в существующие промышленные зоны. По их словам, мебельная фабрика находится слишком близко к жилому сектору, что вредит их здоровью и жизни в целом. Однако документально это доказать они не могут. Существует административно-технический надзор, существуют всевозможные правоохранительные органы. Значит, по результатам публичных слушаний, я вам обещаю, будет отправлен запрос в Роспотребнадзор для проверки деятельности. И каким образом там идут стоки, как организовано и выводится мусор и так далее. Жители взволнованы не на шутку. Преобразовать промышленную зону в складские помещения – такова их просьба. Перенести предприятие невозможно, а вот разработать меры, благодаря которым снизятся вредные выбросы в атмосферу, вполне реально. Что, вероятно, и предстоит сделать власти. Данные промышленной зоны уже сформированы по землеустроительным документам. И внесены изменения по сокращению санитарно-защитной зоны, о чем и тревожатся жители овражек Малаховки. Поэтому мы их полностью поддерживаем. Все их предложения, которые они подали сегодня в письменном виде и в устном виде, мы будем записывать под протокол и направлять проектировщику для внесения соответствующих изменений. Исторически сложилось так, что Малаховка – это дачный поселок с уникальным благоприятным микроклиматом. Исходя из этого, в проекте генерального плана не предусмотрено производственное развитие городского поселения. Стоит отметить, что проект генерального плана Малаховки отражает в первую очередь существующую ситуацию в городском поселении, которая зафиксирована документально. Он защищает интересы жителей в вопросах градостроения. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах продолжается снос торговых палаток. С улиц города постепенно исчезают павильоны, где выявлены факты незаконной продажи алкоголя. Или же хозяева которых не продлили договор земельной аренды. Один из таких объектов снесли на улицу воинов-интернационалистов. Как говорят местные жители, эта палатка стоит на улице воинов-интернационалистов уже более пяти лет. Антисанитария, незаконная продажа алкоголя и шум по ночам. Павильон доставил люберчанам немало хлопот. Так что новость о сносе они восприняли положительно. Слава Богу, что ее сносят. Почему? А потому что здесь много запрещенных продают товаров. Каких? Малолетним детям сигареты продают, пиво продают здесь. В этот раз за ходом сноса наблюдал глава района и города Владимир Жужицкий. По его словам, все это делается для того, чтобы свести к минимуму незаконную продажу алкоголя. Кроме того, стоит задача привести облик района к единому стандарту, рекомендованному правительством Московской области. По нормативам, которые определил Министерство потребительского рынка, должно быть 318 так называемых нестационарных торговых объектов. По сути, народ говорит в палатах. 318. А у нас их сегодня, это в целом в районе, а у нас их сегодня в Люберцском районе порядка по 450. Это все будет сноситься. С начала этого года в Люберцах снесли уже 46 нестационарных объектов. В ближайшее время с улиц города исчезнут еще порядка 60. Те, что останутся, будут оформлены в едином стиле. А места их расположения строго регламентированы. Наталья Григорьева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Городские парковки проверили. На минувшей неделе Люберцы посетил начальник отдела надзора и контроля в сфере дорожной деятельности управления ГИБДД МВД России по Московской области. Александр Дебелый. Цель визита – проверить обустройство дополнительного парковочного пространства. Сопровождали гости руководитель городской администрации Александр Алешин и директор Люберецкой управляющей компании Александр Климанов. В качестве наглядного примера по организации парковочного пространства было показано несколько дворов по улице 3-е почтовое отделение. Подобные работы здесь ведутся уже несколько лет. Но только с 2016-го в рамках реализации губернаторской программы «Удобная парковка» мероприятия стали систематизированы, а подход – комплексным. Сразу поставили детскую площадку игровую, спортивную, очень хорошую площадку. И заасфальтировали. Мы знаем, что вот этот двор, по крайней мере, в ближайшие 10 лет, он будет действительно соответствовать тому уровню жизни, который жители у нас, скажем так, требуют с власти. В соответствии с правилами на каждый двор были составлены утвержденные советами многоквартирных домов паспорта парковочного пространства, в которых учтены пожелания жителей. Здесь будет 27 машин и мест. Вот на этом адресе. Вот они вот так становятся, лавочки будут перенетены напротив подъезда чуть глубже, то есть с разметкой, с местами для инвалидов малоподвижных групп. В ходе рейда Александр Алешин указал на проблему, которая вытекает из соседства территории гарнизона со станциями метро Жулебино и Котельники, когда автомобилисты, проживающие на юго-востоке области, оставляют свои машины в Люберецких дворах и пересаживаются на поезда метрополитена. Мы стараемся каким образом бороться с этим. Если двор не проездной, если жители обращаются к нам по опыту Москвы, мы сейчас стали разрешать устанавливать шлагбаумы. При условии, что согласовано со всеми экстренными службами, с полицией и так далее, и у этих экстренных служб есть возможность быстро, моментально проехать. Вот если это все соблюдено, мы не против. В планах городской администрации за текущий год организовать в Люберцах около 3,5 тысяч машин и мест. Также уже проведены подготовительные работы для дальнейшей реализации программы «Удобная парковка». Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается в Люберцах. Владимир Ружицкий лично проинспектировал ход работ во дворе дома на улице Кирова. Улица Кирова, двор между 51 и 53 домом. Тут уже две недели идут строительные работы. Но жители не жалуются на шум, а наоборот радуются ремонту и участвуют в составлении технического плана. Ведь у них во дворе очень долго не было обновлений. Уже выросли мои дети, 30 и 18, то есть никто не поиграл, конечно. Но, честно говоря, я очень рада, что сейчас делают такие работы. Во-первых, спилили эти старые деревья больные, потому что эти ветки падали, мусор все время был. Конечно, шикарная площадка, но просто слов нет, конечно. Может быть, конечно, люди, кто-то там, у кого нет детей, но я думаю, что я буду бабушкой и буду тоже здесь гулять, вот в этом дворе нашем. Мне очень нравится. Проверить, как идет ремонт, приехал лично Владимир Ружицкий, глава Люберецкого района и города Люберцы. Он заметил, что идеи и исполнение удачные. А сами технические работы выполняются качественно. Возможно, потому что уже есть опыт. В последние годы каждый год доремонтировали примерно 10% дворов. В этом году мы также планируем, я думаю, мы с этим справимся. Вот только в Люберцах мы планируем обустроить 59 дворов. Это обязательно детская площадка, обязательно спортивная площадка. На спортивной площадке глава лично проверил прочность и полезность установленных тренажеров. Жители тех домов, где во дворах появились такие же, говорят, что на тренажерах занимаются и дети, и взрослые, и даже пенсионеры. Некоторым уже удалось поправить здоровье, поэтому новый двор будут беречь. Потому что дети разные, и подростки бывают ломают, и маленькие дети по глупости и незнанию тоже ломают. Добиться новой площадки куда тяжелее. И хочется ее сохранить как можно дольше, хотя бы в первоначальном, в первозданном виде, в красивом виде. Совсем скоро на придомовой территории для жильцов появится еще 20 машин и мест. Кроме того, отремонтируют не только тротуары, но и проезды. Дополнительно к этому двору мы включили в бюджет средства, чтобы сделать капитальный ремонт. Придомовой территории работы, вы видите, уже укладываются бордюры, и за время будет асфальтировано. Мы здесь максимально старались учесть все пожелания, все просьбы, все замечания. И вы сами видите, жители участвуют, что максимально это им для них и ради них вот делаем. Ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий в этом году в Люберецком районе начались в мае. В настоящее время выполнено уже 30%. Полностью завершатся они к первому сентября. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев. Люберецкое районное телевидение. Обмен опытом. На прошедшей неделе Люберецкий городской жилищный трест принял делегацию из Испании. Люберцы посетили руководители профсоюзных организаций. Их целью было познакомиться с функционированием жилищно-коммунального комплекса в России, а также с работой профсоюза ЛГЖТ. Делегацию профсоюзных лидеров Испании представили специалисты Федерации работников отраслей гражданского обслуживания из Мадрида и Валенсии. Первым делом иностранных гостей радушно встретили в конференц-зале Люберецкого треста. Там им рассказали о работе предприятия и деятельности профсоюза ЛГЖТ в целом. Показатель эффективности – это стопроцентное членство в нашей организации. Все сотрудники – члены нашей профсоюзной организации. Наши сотрудники получают материальные блага. Это прибавка, в первую очередь, к зарплате на всякие различные юбилейные даты. Материальная помощь дается в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Премии к юбилейным датам по трудовой деятельности. У нас очень много сотрудников, которые отработали 20, 25, 30 и даже 35 лет. И это лишь малая доля той значительной помощи, которую оказывает профсоюз сотрудникам Люберецкого треста. Ведь все, что делается на предприятии, делается на благо людей. Лучший друг профсоюза – руководитель предприятия Мамед Азизов. Оказывать поддержку кадрам и сохранять добрые традиции, где права работников защищены. Вот принцип его работы. Я доступен, я открыт, я каждый день по несколько раз в день с представителем правкома обсуждаю те или иные вопросы. А их реально очень много. Но коллектив большой, разные бывают вопросы. Поэтому мне нравится сам принцип, что у людей, у рабочего человека есть люди, есть коллектив, есть руководители, есть профсоюзные деятели, которые могут обратиться. В принципе, нашим людям немного надо. Порой даже доброе слово. А коллектив у Мамеда Кискиновича достаточно большой – 900 человек, которые обслуживают 750 многоквартирных домов. Все заслуги ЛГЖТ можно смело возложить на него. За 20 лет он сделал трест одним из лучших в регионе в сфере ЖКХ. Далее гостям из Испании показали работу единой диспетчерской службы предприятия, где больше всего их впечатлила интерактивная карта, на которой отображаются все проблемные места. Мы обменялись мнениями по вопросам работы предприятия и мы убедились в том, что проблемы и та деятельность, которую мы осуществляем, очень похожи на ту, которая осуществляется в Мадриде. Похоже, что проблемы стали международными вместе с глобализацией. Это были очень интересные, очень приятные встречи, прием замечательный. Мы очень благодарны за тот прием, который нам был оказан. Нашей съемочной группе испанцы признали, что для них визит в Россию оказался весьма полезным. Коллективное участие, а также возможность предоставить достойный отдых и помощь сотрудникам. То, что необходимо перенять иностранным коллегам у люберчан. Анна Троян, Вадим Акентьев, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Новая услуга появилась в Люберецком многофункциональном центре. Теперь родители смогут оформить все необходимые документы для новорожденных детей в одном месте. Это позволит получить в одном окне все документы, связанные с рождением ребенка. Для определения списка услуг родителям необходимо будет ответить на вопросы специальной экспертной системы. А уже по результатам этих ответов специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг сформирует перечень операций, доступных в конкретной ситуации. Люберецкий центр занятости провел день открытых дверей. На выбор соискателей было представлено более полутора тысяч вакансий по самым разным специальностям. С самого утра в Люберецком центре занятости многолюдно. В поисках работы сюда пришли жители со всего района, а также соискатели из соседних городов Тержинского и Лыткарина. Я уже три месяца без работы по сокращению была уводана. И на сегодняшний день я ищу как раз таки интересную мне работу по заработной плате и по продвижению, соответственно, дальше. В списке требующихся специальностей можно найти различные вакансии. От младшего технического персонала до руководителей высшего и среднего звена. На сегодняшний день в Люберецком районе полторы тысячи безработных, которые стоят на учете в центре занятости населения. Ровно такое же количество работодателей заявили о поиске новых сотрудников. Посетив день открытых дверей, каждый безработный сможет решить вопрос с трудоустройством. Одни из востребованных профессий – водители автобусов, а также сотрудники швейного производства. А на первом месте в этом списке по-прежнему медработники. Дефицит врачей и младшего медицинского персонала в больницах Люберецкого района составляет 475 человек. Среди представленных вакансий есть и нестандартные, которые встречаются достаточно редко. Концертмейстер у нас есть на сегодняшний день вакансий. Она не так часто встречается, даже очень редко, но бывает. Дни открытых дверей проводятся в Люберецком центре занятости населения регулярно. Следующая ярмарка вакансий состоится в сентябре текущего года. Луиза Иги Азарян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В разгар лета люберецкие школьники отдыхают в лагерях дневного пребывания на базе городских школ. На прошедшей неделе один из таких лагерей в лицее номер 15 посетил глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ружицкий. Визит Владимира Ружицкого в летний оздоровительный лагерь «Карусель» совпал с обеденным перерывом. Главу Люберецкого района и города Люберца пригласили в школьную столовую. Совместно с начальником управления образованием Викторией Бунтиной он проверил санитарное состояние пищеблока. Затем гостеприимные педагоги и дети пригласили их за обеденный стол. Всего в Люберецком районе на базе общеобразовательных школ работают 35 лагерей. Их посещают более трех тысяч ребят. В этом году на организацию летнего оздоровительного отдыха детей выделено 29 миллионов рублей. Этих денег достаточно, чтобы организовать отдых, организовать хорошее питание. Мы сегодня с ребятами попробовали. Нам питание нравится? Да! Нравится. Поэтому я думаю, что тебе недостаточно, чтобы ребята хорошо смогли отдыхать. У нас есть такой детский дом. Ну, по сути, детишки, которые без родителей, к сожалению. Вот в этом году 169 ребят уедут в Крым. В Крыму отдохнут. Накануне открытия все оздоровительные детские лагеря прошли проверку по стандартам безопасности. Сотрудниками МЧС, а также специалистами Роспотребнадзора были даны положительные заключения. Сегодня в каждом образовательном учреждении есть охранное предприятие, организация, которая обеспечивает непосредственно проход в учреждение. В программе пребывания детей в школьном лагере предусмотрено двухразовое питание, специальные занятия по безопасности жизнедеятельности, а также экологическому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Луизия Геозарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Все профессии нужны, все профессии важны. Эту простую истину теперь точно усвоила люберецкая молодежь. В торгово-развлекательном центре «Орбита» прошла акция по профориентации для школьников. Хорошо учиться, закончить школу, поступить в институт на престижную специальность, создать семью и много зарабатывать. Так выглядит модель жизни успешного современного человека для большинства. Ее нельзя назвать неправильной, но стоит немного расширить границы возможностей, посоветовали старшеклассникам ведущие тренинга по профориентации. Это стандарт, все люди проходят через это. А есть еще индивидуальные пути развития параллельно с этим стандартом. Многие их не видят, многие считают, что есть стандарт, и я должна идти по стандарту. Именно для того, чтобы помочь ребенку найти свой индивидуальный путь, и проводят такие занятия с психологом. В первую очередь, считают специалисты, подросток должен быть проинформирован на своих возможностях в обществе. Затем мог развивать свою индивидуальность, далее научился принимать решения и планировать свою жизнь. Кстати, в пользу современной молодежи. В этой группе только два человека не знают, какую профессию выбрать. Остальные уже почти определились. Думаю сейчас пойти либо на психолога, либо на врача. Подобная работа с молодежью в условиях современного быстроразвивающегося общества очень нужна, считает депутат Совета депутатов Люберецкого района и города Люберцы Дмитрий Дениско. Ведь он сам многодетный отец. Во-первых, возможно, что благодаря этому тесту кто-то из ребят не потеряет лишнее время и не будет тратить государственные деньги. Появились такие методики, которые позволяют определить, к чему ребенок склонен. Поэтому надо использовать профессионалов. Чтобы самому в будущем стать профессионалом и быть счастливым в работе. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. И в завершении выпуска. Безопасность глазами детей. С воспитанниками летнего лагеря на базе школы номер 21 провели очередное мероприятие по профилактике пожаров. Беседовал с ребятами старший инспектор отдела надзорной деятельности по Люберецкому району Сергей Зубков. В прошлом году на территории Люберецкого района в результате пожаров погибли пятеро детей. С целью предупреждения трагических случаев инспекторы пожарной службы регулярно проводят в общеобразовательных учреждениях профилактические мероприятия. Недавно такая встреча состоялась с учениками 21 школы. Ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь, напомнили о требованиях пожарной безопасности, а также о правилах поведения в экстренных ситуациях. Нам рассказали, как пользоваться огнетушителем и какие огнетушители должны быть в классах, какие должны быть на улице, какие можно использовать в классах, какие на улице. После беседы с учениками состоялась вторая творческая часть работы. Ребятам было предложено поучаствовать в конкурсе, изобразить на листе бумаги свое видение темы «Пожарная безопасность». Учебно-тренировочные эвакуации, инструктажи – это все основная часть, которая доходит в большей степени в полном объеме до сознания уже взрослых людей. Детям лучше прививать навыки осознанного пожаробезопасного поведения в игровой форме. По результатам конкурса лучшей была признана работа ученика 4-го класса Милехина Артема. Победителя наградили ценным подарком и грамотой от имени главного госинспектора Люберецкого района по пожарному надзору. Луизия Геозарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Далее наш эфир продолжит новости городских поселений, из которых вы узнаете о главных событиях всего Люберецкого района. Передаю слово коллегам. На дворе разгар лета, однако коммунальные службы уже готовятся к отопительному сезону. Так, в Краскове эти работы начались еще в первых числах мая. Фронт работ большой, котельные городского поселения отапливают порядка 300 домов. У нас есть небольшое отставание по ремонту конвенционно-насосных станций, потому что сейчас максимальное внимание мы уделили к ремонтным работам на котельных и центральных тепловых пунктах, что в первую очередь обеспечит людей горячим водой и центральным отоплением при начале отопительного сезона. Ну, отставание по ремонту КНС мы наверстаем. В конце прошлого года в Краскове открылась новая котельная. К ней подключили деревню Марусина и жилой комплекс «Заречный». Теплоснабжающий объект настолько мощный, что даже работая не в полную силу, хорошо себя показал в отопительный период. Данная котельная абсолютно выручила жителей того поселка, того микрорайончика, ну, соответственно, нас полностью обеспечила температурным режимом, по горячей воде и по центральному отоплению все жилые дома, которые подключены к данной котельной. Кроме того, красковские коммунальщики уже приступили к опрессовке трасс теплоснабжения и занимаются промывкой сетей, подающих в дома холодную воду. Это улучшит ее качество, а также позволит избежать аварий зимой. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Октябрьском готовятся к капитальному ремонту жилья. Правда, в этом году приведут в порядок всего один дом. Однако состояние его настолько плачевное, что требует срочного ремонта. Это здание бывшего общежития на улице Первомайская, построенное в 70-х годах. С учетом коммунальных квартир, с учетом часто меняющихся жильцов, конечно, пришел состояние повышенного износа. И проведя работы институтом по обследованию фундамента, по обследованию стен, подвала, было дано заключение и рекомендации провести ремонт в срочном порядке. Ради этого дома пришлось отложить ремонтные работы в других зданиях. Всего на приведение в порядок бывшего общежития планируют потратить 32 миллиона рублей. Планируется около 17 видов работ на данном доме, начиная от ремонта фасада, кровли, ремонта фундамента, ремонта подвального помещения, замена оконных и дверных блоков, замена всех внутренних домовых инженерных систем. Программа капитального ремонта должна охватить все дома в Октябрьском. Особенно в обновлении нуждается жилье старого фонда. Однако пока там проведены частичные восстановительные работы. Некоторые работы уже проводились по замене кровли в этом и в том году на микрорайоне Красное Знамя. Там старые двухэтажные деревянные дома. Где-то поменены или утеплены фасады, где-то кровля, где-то внутренняя разводка, снабжение электричеством. Кроме того, в планах капитального ремонта на следующее лето заменить лифты в домах микрорайона Западной, построенных еще в 90-е годы. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В городском поселении Малаховка приступили к строительству дорог. На данный момент проводится асфальтировка автодороги от Быковского шоссе до Пихорского кладбища. Работы по благоустройству проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при софинансировании главного управления дорожного хозяйства. Всего по этой программе выделяется 11,5 миллионов рублей при учете софинансирования 60% за счет средств бюджета городского поселения Малаховка и 40% за счет дорожного фонда ГУДХ. Работа по строительству дороги к Пихорскому кладбищу завершится до конца июня. Кроме того, в городском поселении отремонтируют дорогу по улице Центральной, а также проведут комплексную асфальтировку дворов. Луизия Игиозарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Никто не забыт и ничто не забыто. Жители поселка продолжают нести портреты своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне в ряды Томилинского бессмертного полка. Сегодня в нем насчитывается уже около тысячи имен. 180 новых портретов героев появятся на дополнительном стенде в микрорайоне «Птицефабрика». Скорее, идея возникла не у нас, идея возникла у жильцов поселка. Проводилось собрание главы Томилина с жителями поселка, где поднимали вопрос по поводу увеличения фотографии бессмертного полка. Соответственно, нужен был еще один стенд. С Александром как-то проявили инициативу и решили взять это под свой контроль и сделать. К установке нового стенда уже приступили. Он стоит рядом с памятником солдату-освободителю. 22 июня работу обещают закончить. На день начала Великой Отечественной войны назначено торжественное открытие пятой стены памяти в поселке. Это наш пятый стенд. На нем будет увековечено порядка 180 героев именно микрорайона «Птицефабрика». Поэтому мы призываем всех жителей микрорайона прийти на торжественное открытие и хотим напомнить, что у жителей микрорайона еще есть время принести героев своих семей, чтобы их портреты были увековечены на стенде в микрорайоне «Птицефабрика». Если родственники солдат не успели принять участие в акции «Бессмертный полк», портреты и данные воинов еще принимаются в редакции газеты «Тамилинская новь» по адресу улица Гоголя, 19. Торжественное открытие состоится 22 июня в 11 часов утра. В нем примут участие родственники наших земляков, увековеченных в истории поселка на новой стене памяти. Анна Славяковская, Петр Пономаренко, Тамилина ТВ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я, Наталья Григорьева, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, хороших вам выходных.